всем привет всем здравствуйте ну что второй день выставки как настроение пишите в комментариях сегодня постараюсь поотвечать также на вопросы как и вчера и спасибо вам большое за внимание тема которая сейчас хотела бы раскрыть сложно сочиненные варианты дизайна и конечно когда я начинаю делать дизайн и очень сложно останавливаться человек такое понимаете и мне хочется еще слой добавить еще слой добавить еще слой поэтому сегодня очень много слоев еще раз повторюсь возможно в течение мастер-класса буду об этом говорить что если вы видите что дизайн будет сложно сочиненный там нужно будет несколько слоев того же топ слайдера использовать просто учитывайте это в моделировании мы сейчас с вами пробуем сделать три варианта дизайна они очень такие разноперстные разные и я сегодня вспомнила прям совсем очень старые техники но я всегда говорю новое это забытое старое поехали сейчас я переверну камеру и мы с вами продолжим работать всем здравствуйте рада вас приветствовать сегодня на втором дне выставки сегодня у вас сложно сочиненные варианты дизайна я думаю что же такое показать и вот снова беру дольче габбана бокс вот поэтому часть элементов мы сегодня будем из этого бокса дольче использовать сегодня мне очень хочется вспомнить как делать джинсовой ткани для этого я беру прям джинсы желательно джинсы взять с такой грубой тканью почему в общем дольче габбана сейчас джинсы джинсовые куртки они оформлены с очень красивыми красивыми разноцветными вот такими камнями и вот одни из украшений как раз здесь боксе мы брали отталкиваясь как раз от этой серии денима которая вышла у них весна-лето и осень и зима прям встречается обязательно полу или посмотреть я если получится обязательно покажу картинку для денима можно взять любой джинсовый цвет я возьму 365 на самом деле такой прям знаете классический небесный голубой чистый нам он подойдет чем можно в принципе на пополам сделать часть ноготочка черного принципе сейчас посмотрим один слой два слоя не нужно один слой суши 1 перчатки для слайдера для денима для джинса самый большой ассортимент матовой фольги берем кусочек как я и сказала погрубее нужен джинс что прям вот культура хорошо читалось и топ слайдер и топ слайдер и топ слайдер нужно просушить в зависимости от лампы я сейчас буду своей лампе сушить где-то примерно одну минуту мы аккуратненько попробуем как получается отпечаток если не сильно жирные нормально то продолжим отпечатывать если я увижу что отпечаток такой достаточно прям сплошной да и фольга белая прям слишком явно ложится тогда я просто до сушу до полутора минут например поэтому это нужно оттесить сколько минут вашей лампе чтобы был этот эффект пока он у нас сохнет мы сейчас вырежем вот эту вот украшалочку красивую прям давно мне хотелось сию поработать и ведь еще я с ней не работала отсюда же возьмем наверное такую оля дольче габбана конечно же это все только вдохновлено модным домом дольче габбана до прямого написания здесь нигде нет не встречается мы стараемся не использовать там логотипы какие-то названия видите у нас есть разные словцы такое все стиле итальяна донна бэлла пертетто итальяну так приклеить давайте эту наверно напись возьмем сейчас посмотрим что у нас будет по композиции еще хочу черный гель-лак так проверяем берем на пальчик вот так джинсовые тухань да берем фольгу маток можно еще специально поломать не так явно все заложилось и проверяем видите и давим не пальчиком а давим джинсом пальчик джинс а потом только фольга ну конечно удобно брать не прям джинсы да удобно взять кусок очень плохо кстати получается мне нравится все эти все равно джинс так как я такой грубый джинс делал эти как полоски какие-то джинсовые так и выбрать из бокса возьмем роскошный черный кто вчера кстати пропустил мастер-класс из дольче габбана и выкраску делала смотрите какие роскошные цвета наклеечки тоже входят в бокс очень красивым как раз я сейчас черным и воспользуюсь хотя у нас есть джинс слайдерах можно и им воспользоваться но так как у нас сегодня такие сложно сочиненный вариант сегодня я постараюсь и жестово подрисовывать часть слайдеров я обещала вчера так в общем сюда 4 криво как совсем джинс джинса ничего не осталось вот сейчас посмотрим очень еще добавим сюда так сушим понятно да делается джинс так что нам еще сюда добавить много всего не хочется потому что на этом можно остановиться берем водичку готовим слайдер матовая фольга весь ассортимент есть на и мешок точка ру дольче бокс есть у всех дистрибьюторов и есть также на и мешок матовой фольги я не уверена что она прям у всех дистрибьюторов есть а вот дольше есть у всех пока она только стартовала эта коллекция да этот бокс поэтому есть наличие это новинка я этой новинкой так думаю работать буду еще месяц точно так слайдер здесь предлагаю на весь ноготь нанести сейчас непонятно куда я буду декорации клеить сейчас посмотрим сушим 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 очень красивое украшение просто восхитительно у нас и крестики и значок есть именно в такие разноцветные здесь слайдер состоит из цветных страниц ведь и сам значок цветной здесь это все это вот у них коллекция дынем такая вышла там у них вышли такие золотые платья и джинсы и все вот с такими разноцветными камнями прям на границу здесь получается на черный мы вообще тогда ничего не будем клеить все сделаем на джинсовой ткани и чуть-чуть сейчас мы подвинем сделали и здесь я предлагаю перекрыть все матовым а потом мы глянцем выделим что джинс он очень хорошо смотрится под матом так нанесли берем теперь отдельную кисть убираем все излишки то что нам сейчас нужно еще и глянец нанести ну и чтобы украшения были объемные суши теперь берем т класс выкладываем его и теперь отдельной кисточкой здесь можно в принципе вот так вот смело проходить туши здесь как гирлянда но все идет суши смотрим что у нас получилось сейчас на черном хорошо видно следующий вариант мы с вами совмещаем стемпинг и роспись я в прошлый раз говорила что я учусь но из-за чего она вот этот слайдер использовать для жестовской росписи чем я там роспись и и делаю совсем чуть-чуть но это заставляет колоссальное удовольствие так возьмем с вами кружево сделаем кружево возьмем мы наверное вот из пластины которая выходила у нас в апреле напомню кстати что у нас сейчас новые пластины есть это раз смотрите классные какие колготки рептилия питон зебра леопард психодрические такие всевозможные дизайны стиле малевича такие квадраты просто полосочки следующая пластина это у нас граффити самая восхитительная конечно же это бренды просто ею так же дала так же дала короче три новые пластины вот но сейчас я буду использовать пластины из весенней коллекции потому что мне нужно кружево так итак берем лак для стемпинга номер 2 черного цвета мы не будем на весь на лоточек клеить нам только снизу нужно немножко кружева сделали убираем все что для стендинга в сторону и дальше берем цветы очень люблю они идеальны просто идеальны для жестовской росписи прям делаем наверно чтобы они у нас зоне свободного края были водичка так как слайдер на белой основе вчера уже рассказывала слайдеры которые идут боксе дочь они имеют белую основу поэтому можно приклеить абсолютно на любой темный яркий пятнистый лак и будет все читаться берем топ слайдер перекрываем полностью все для топ слайдера вернее для слайдеров на белой подложке желательно одна минута чтобы слайдер никуда не двигался потому что он такой достаточно толстовастенький вот поэтому плюс в том что видно на любой поверхности минус то что они немножко толстенькие поэтому желательно в центральной зоне приклеивать там где например нет кутикулы от кутикулы хотя бы отступать 1-2 миллиметра чтобы не самому кутикулу попадал дизайн в зоне свободного края принципе тоже они хорошо поэтому я использую штампик обязательно намного удобнее потому что пересушивается топ слайдер и если не будет возможности туда-сюда подвигать это не есть хорошо вот поэтому со штампиком и сейчас приклеим ровно туда куда надо сейчас прицеливаемся делали что еще сюда можно добавить крестики крестики так нет лишнее лишнее все лишнее если такой вот хорошечный бантик так Ультрабунт. Ультрабунт и перекрываем все снова топ-слайдером. Почему? Потому что нам уже сейчас будет рисовать. Сейчас мы с вами будем нарисовать. И чтобы у нас кисти скользили, как в жестовской росписи, мы с вами наносим сейчас слой топ-слайдера. Сушим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, ну тринадцать, где-то так. В общем, топ-слайдер в этом случае важно не пересушить. Берем мои любимые кисточки для жестовской росписи. Берем здесь палитрочку мою любимую. Фотографируйте экран КЗО1, КЗЛЕ1. Так, кисточки. Теперь мы берем мою любимую эмпасту белый декор. Мы берем мой любимый набор. Классическая эмпаста. И то, и то краска без липкости, что белый декор, что вот этот весь набор. Из набора нам понадобится белый рафинад. Нам понадобится эмпаста мадженто. И нам понадобится yellow corn. Это желтая кукуруза. Сейчас мы разведем пастельные тона. Предлагаю сделать сначала на белом рафинаде несколько мазков. А в конце уже такие завершающие белым декором. Белый декор, кто знает, он очень пастозный цвет. И вот классно делать в конце такие завершающие мазки. Сейчас мы делаем на кучке. Одна у нас будет пастельненькая желтая. А вторая розовая пастельненькая. Чуть-чуть посветлее сделаю. Сделали. И поехали. Я беру кисть, которая сейчас пошире. КЗО1. И делаю первый проход мазочков. Очень важно, видите, какое маленькое количество набирать. Я буду подсушивать каждый мазок. Видите, подмалевок не нужно делать. Подмалевок уже, грубо говоря, есть у нас. Если видите, что где-то слишком залезли в центр. Верну. Уберите. Так, сушу чуть-чуть. Несколько секунд в лампе и снова набираем красочку. Сейчас я прицелюсь. Уберите. 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 слайдеров у них есть пиксели это иногда мешает небольшая точечка такой мусор при печати несколько секунд когда мы проходим красочкой этот эффект он исчезает смотрите я сейчас не прохожу прям каждый лепесток я стараюсь оставить место потом для белого декора прям каждый лепесток но не полностью здесь самое главное условие чтобы у нас оставалось очень маленькое количество на кисточке краски не набирайте очень много и чтобы мы центр не замазывали так предлагаю сейчас просушить хорошо просушить и только на цветочки нанести еще топ слайдер и уже пройтись белым декором конце суши белый декор предлагаю вообще взять в чистом виде как есть также небольшое количество кисточку берете тоже зависимости от размера лепестка а перед этим видите работала только широкой кисточкой сейчас возможно где-то поменяем на маленькую кисточку а еще можно эхитом и 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 Несколько секунд в лампе. Я сейчас молчу, потому что, когда делаешь эти завершающие мазки, очень сложно говорить и делать, поэтому лучше молчать. Субтитры делал DimaTorzok Понятно, что можно было это все не делать, но когда оно вручную доработано, смотрится совершенно по-другому. Либо бывает еще просто желание порисовать такую сложную технику. Например, очень сложно с нуля нарисовать такой цветок. Можно сейчас взять витражный гель-лак браун гранит. Нельзя чуть-чуть коричневого. Браун гранит. Вот можно чуть-чуть черненького сюда добавить. И пройтись вот где, например, не хватает разграничения. Я разграничу так дополнительно. Субтитры делал DimaTorzok Ну, прям там, где это просится. В жестовской росписи так поступаем всегда, делаем дополнительный уже тень уже по готовым лепесточкам. Все сушил, перекрываем глянцевым топом. Я люблю ультрашай. Сейчас в основном все работают ультрашайами как финальное покрытие. И мы с вами берем ультрашай для перекрытия. Еще прикольно в конце проходить, добавлять мазочки. Смотрите, как делаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И сейчас то же самое можно сделать уже сверху финиша по недосушенному ультрашайну. Давайте возьмем листики сделаем. Листики не трогали, мы сейчас еще листики добавим. Поверх листиков где-то добавим, где их нету. Кисточку я сейчас поменьше возьму. Предлагаю сейчас с белым декором смешать, чтобы была более пастузная консистенция. Прям тоже, чтобы сверху пастельный получился. И теперь сейчас аккуратненько уже сверху финиша мы пройдемся и сделаем лепесточки, вернее листики. В privvenge грауании это показывает чтобы выров bleiben. Низимаем лепесточки. Все нашей шоу выберем. Добрый день. В целом, здесь защищаемся. уже после такой росписи никто не догадается что был снизу слайдер сейчас мне еще хочется пройтись листиков добавить видите белый декор ложится чуть более фактурно чем белый рафинад поэтому я вот белым декором очень люблю работать уже когда у нас финал есть матовый топ лежит глянцевый топ лежит добавили и теперь тщательно пересушиваем 2 минуты можно даже больше вот такой вариант я щас покажу которому я был в эфире я похожий вариант типса делала смотрите здесь тоже все проработано росписью уже сверху и никто не догадается что здесь был слайдер можно было еще и тычинки подрабатывать это затем прям хочется порисовать да но не умеешь можно отработать сам мазок а как подмалевок использовать слайдер понятно что здесь слайдер он идет не как слайдер что кто-то скажет вот зачем этот гемор приклеил и до свидания 10 на техника для тех кто очень хочет рисовать вот такие сложные цветы чтобы они финале красиво выглядели но не получается или у вас это слишком долго получается можно как подмалевок слайдер приклеить вот а потом уже небольшим количеством мазком мазков доработать что здесь по факту я небольшое количество мазков ставила правильно вот поэтому это для тех кто вот мечтает рисовать десна требуется конечно навык мазка вот а чтобы получить навык мазочка всем рекомендую вот этот курс жестово дольче габбана здесь наташа ганова ставит вам руку первых двух уроках прям вот на мазок вы сидите чисто тренируете мазок вот после того когда мазок уже оттренирован можно как раз попробовать не вот такую сложную схему как в самом курсе а попробовать работать с слайдером в боксе дольче габбана вы видите какие крутые тут цветы есть на них очень здорово можно испробовать уже свой навык который получился навык конечно сразу не формируется у мазка это может понадобиться месяц на это при условии что вы будете тренироваться так ну давайте сейчас попробуем сделать еще один вариант у нас очень много таких романтичных осенних тематических вариантов дизайна и вот чтобы убрать слишком такую явную до осенненность я такие дизайны еще называю очень часто слишком обывательские мы придадим ему нотку неформальности за счет как раз вот этой вот техники аквин вот этой бетонной стены давайте возьмем прогулка в лесу все декорации есть на имя shop поэтому кто вот мне не так давно говорил что вот этого слайдера не было потом насекомые закончились листики грибочки смотрите вот эти все четыре слайдера их сейчас допечатали еще и они есть в продаже дополнительно сейчас на имя shop и у дистрибьюторов тоже в том числе поэтому имейте ввиду что когда вы заходили и не было сейчас есть сейчас есть давайте наверное вот этот вариант приготовим очень у нас лежит после того как у нас подсох подсохило мы берем пластилин вот именно мягенький берем и как штукатурку делаем представляем себя что мы с вами маляры и с вами штукатуре делаем он венецианскую штукатурку тоже сколько лет этой техники она вот периодически вот именно в осенний период и в зимние очень даже актуально летом не так да кто что здесь она классно смотрится когда цвета природные натуральные а вот осенью зимой вот самое то сушим причем здесь я делала их если присмотреться они тут сильно разные я сидела когда экспериментировала если присмотреться здесь даже по послойности не все разные разные но в итоге и все залила матовым топом что я хотела оставить все это как верхний дизайн потому что на самом деле вот это все не ровно и она хорошо носится не мешает не торчит если покажу как торчунчики убирать для этого возьмите пилочку для натуральных ногтей и там вот где торчит после полимеризации можно пройтись подобрать если боитесь можно взять прям шлифовщиком пройтись до что прям наверняка все обезжириваю легкими движениями особенно где торец боковые стороны все и еще разочек готова следующий этап цвет может быть самый разный мне больше нравится черный коричневый а это либо импаста blacktar либо каштан пласты вообще по-хорошему этот вариант он может быть сверху финиша смотрите и поэтому я очень часто друмина им пасту из я хочу потом не перекрывать тупо но в данном случае я все-таки планирую в конце перекрыть топом еще и стемпингом поработать слайдер добавить поэтому если нет импасты черное и коричневое берете любой гир лак черный и коричневый но если планируете сделать из этого покрытия именно покрытие верхняя без финиша берем именно импаста где-то коричневый добавить но не собрать все-таки бетон это просто черный вот лучше чем эта техника бетон не сделать потому что можно делать послойно всевозможными губками уфингом но это все нужно делать в несколько слоев а здесь она настолько классно получается само по себе эти рисунок такой вот сам уже идеально вот ну реально как вот у меня на первом этаже в девятиэтажке мы там делали как-то имитацию бетона и замучила штукатурщика ему сказала ты плохо сделал мне бетон то что если бы делала я я бы сделала его лучше уже сразу вспоминаю технику акурин и говорю у меня просто роскошные типсы с бетоном а то что ты сделал мне на стенах это все не то посмотрите насколько натурально получается на так сейчас мы до суши сейчас предлагаю стемпинг сделать также импасты почему этой же как раз посмотрите разницу вот в лайки вы видели я очень быстро 1 1 отпечатала быстрей 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 потому что в лаке нельзя зевать в м пасти можно зевать но тоже есть свои недостатки большинство всем что не нравится что прозрачно ложится им паста здесь в том и фишка понимаете что вот мне нужно было чтобы она была не ярко выражена поэтому и не стала брать лак плюс м пасты можно работать сверху топа у меня был прямой эфир как-то и вконтакте в instagram смотрите как круто м пасты можно сделать рептилию ну и вообще любое рисунок в стиле фэшн фактуры уже сверху матового топа до лак это не даст сделать зато пусть несмотря на то что им паста на прозрачно ложится но вы видите как она эффект создает классно поэтому я люблю работать им просто в том числе так какие особенности так мне нужно мой красивый фон не испачкать прошу прощения так 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 и смотрим видите разница как они перекатывающим движения вот так вот нажали и сняли четко перпендикулярно и есть тоже перпендикулярно или не хотела бы на весь ноготь и вот так вот кусочками сушу сейчас конечно я чуть-чуть бетон так прикрыла все равно он там будет виднется остатки им пасты чтобы не чтобы не испортить штампик просто полимеризуется либо вытирайте влажными салфетками влажные салфетки все равно рано или поздно нам нужно взять антисептик чем-то протереть быстро короче штампик выходит из строя поэтому последнее время стали просто полимеризовать и уже там не знаю скотч ролик и же роликом снимаете скотч сильнее остатки с полимеризованной импасты снимает видишь что на столе лежит у меня камни лежат натуральные все как положено бетон и камни рядом так топ слайдер там где сейчас я хочу сделать веточку давайте вот здесь где-нибудь и сделаем и предлагаю все равно перекрыть полностью поверхность что мы если хотим чтобы а queen был перекрыт матовым топом а он же весь такой шершавый весь торчит лучше перекрыть топ слайдером а потом матовым топом потому что мы матовый топ такой капризный неважно какой фирмы любой матовый топ и вообще лучше на какую-то неровную поверхность не ложить сюда сначала выровняйте а потом уже накладывать ему это если случае как вот здесь у нас дизайн такой неровный наша меточка кто же так же как и в дольче габбана в осенней коллекции слайдера все на белой подложке вот эти все дизайн они абсолютно будет классно видны на любой поверхности все будет читаться но лучше приклеивать при помощи штампиком потому что белая подложка она дает толщину небольшую это все хорошо легло лучше штампик использовать ультрабонт хочется еще что-нибудь беленькое пройти добавить я наверно час им пасту не буду использовать сейчас я либо шармиконы приклею либо тот же стемпинг сделал здесь нужно теклос пройтись положить кто скажет прям свои смотрите пода queen можно предварительно не делать такое объемное моделирование если вы понимаете что сейчас будет такой дизайн да не делать такую ярко выраженную архитектуру то что во первых он достаточно крепкий белый пластилин потому что по факту это почти акригель до полигель поэтому он даст небольшой каркас здесь можно как раз выиграть не использовать такую большую толщину архитектурного геля гель-лака так ну что давайте шармиконы тогда шармиконов очень много этой осени у нас вышло тоже но мы очень много ведем эфиров с конца августа весь сентябрь я работала обязательно заходите в контакт заходите в инстаграм очень много всего так это у нас шармиконы у нас там есть с похожими двумя названиями они даже вдвоем эти два шармикона как дополняют друг друга не называется звездопад 2 называется звездная путь так и матовый дуб это такой мне вариант посветлее вот эти варианты прям темные все зависит от того насколько вы темно протонировали что вот эти варианты я их тонировала сильнее видно да тот который вариант я здесь показала я меньше протонировала поэтому он не такой темный идти вот на этом сегодняшний мастер-класс подошел к концу всем большое спасибо за внимание сейчас я скорее всего переверну камеру и мы с вами пообщаемся я отвечу на ваши вопросы ну что мой мастер-класс подошел к концу надеюсь вы обязательно что-то из этого попробуйте если вы еще не пробовали а кто вы делал когда-то эти техники тот же джинс тот же аквин вспомните об этих техниках потому что все новое это хорошо забытое старое вам хорошего рабочего настроения удачи всем пока пока а варианты дизайна еще раз напомню обязательно сделаем посты и в аккаунтах в инстаграм и вконтакте прямо пост листалку где будут все спикеры и фото их работ потому что здесь конечно с экрана фотографировать но не очень хорошее качество поэтому в течение нескольких дней после выставки проверяйте будет пост листалка со всеми фотографиями работ еще раз всем пока пока